Собственно, меня зовут Денис. Я работаю в Авито, я расскажу про доставку, как мы ее запускали, какими проблемами столкнулись, вот это вот все. Начну с небольшого дисклеймера. Я работал последние много лет во всяких оффлайновых штуковинах, которые, точнее не так, в онлайновых продуктах на стыке онлайна с оффлайном. Поэтому, может быть, части из вас доклад будет не особо релевантен, если вы работаете исключительно в онлайновых продуктах. Но я постарался сделать его достаточно универсальным для того, чтобы было всем полезно и интересно. Соперона… О, боже мой, промахнулся, простите. Авито 10 лет. Давайте так, кто-нибудь что-нибудь знает про Авито доставку? Поднимите руки. Класс, хорошо. Вот эти люди предатели, они не должны были знать, потому что мы еще публично не запустились, маловероятно, что вы что-то знаете. Собственно, я расскажу небольшую предпосылку, зачем мы в принципе это запускали, как это работает, чтобы все были в контексте. Авито 10 лет, и всегда мы были доской объявлений, на которой люди размещали объявления, селлеры размещали объявления, бары приходили, что-то покупали, все сделки проходили мимо нас. Давайте посмотрим, как это в принципе работает. То есть есть сделки за наличные исторические, есть, когда мы ничего не знаем ни про деньги, ни про товар. Есть другая крайность спектра – это сделки с доставкой, когда мы трогаем и деньги, и товар, и все вообще контролируем. Есть немножко другой продукт между ними, у нас есть просто оплата, нет при этом при всем никакой доставки. Базовая схема такая. При этом при всем у нас много-много всяких вертикалей, есть вертикаль General, про которую вы все, наверное, знаете. То есть есть вот Авито-барахолка, это вот про эту вертикаль. Хотя на самом деле в Авито 5 вертикалей, и доставка работает далеко не везде. То есть наличные сделки, очевидно, были везде, и всегда на Авито, потому что Авито исторически так работал. Доставка, очевидно… Ой-ой-ой-ой-ой, тут должны были быть галочки, и почему-то не работают. Во всех вертикалях на самом деле работали сделки за наличные. Доставка, очевидно, работает только в вертикали General, поэтому я расскажу вот про тот самый нижний левый квадратик. Собственно, как работает Авито-доставка? Давайте тоже быстренько пробежимся. Вот в общем смысле у нас 5 сторон. Есть селлер, есть байер, есть Авито, есть банк, который проводит деньги, есть доставка, которая проводит товары. Байер оформляет заказ, собственно, денежка халдируется на его карте, дальше селлер относит товар в службу доставки, денежка уезжает в банк, товар доставляется до байера, все счастливы. Если байер получает товар, то, соответственно, денежка уезжает к селлеру. Идея тоже, надеюсь, понятна. Соответственно, такой круговорот. Это вот как работает Авито-доставка как система. Давайте посмотрим на нее, как на некоторую воронку продуктовую, про которую все наверняка привыкли думать. Собственно, для того, чтобы в принципе состоялась сделка, что должно произойти? Селлер должен разместить объявление, он должен подключить доставку, байер должен найти этот айтем, зайти на карточку объявления, должен нажать на купить и оформить заказ, собственно, оплатить заказ, и потом селлер должен отправить заказ, и вот там есть еще стрелочка не поместилась почему-то, собственно, сделка состоялась. То есть только если через все эти пути проходит товар или заказ, тогда, собственно, сделка состоялась. Внимание, вопрос. Как вы думаете, где самое узкое место в этой воронке? Давайте покажу воронку еще раз. Варианты накидывайте. Найти объявление с доставкой. Варианты еще. Отправить товар, не получив деньги. Еще варианты? Оформить заказ. Оформить заказ. Вот не знаю, как тебя зовут, но ты был прав. Самое узкое место – это отправить товар. То есть, представляете, селлер получает полностью предоплаченный товар, то есть 100% предоплаты получает и отправляет товар только в 20% случаев. Для нас это было небольшим удивлением. То есть мы такие, come on. У тебя была B2C-шная доставка, это немножко другая история. Ту мы закрыли. Суперудивительно. Мы такие, come on, как так произошло, почему? Давайте разбираться. Самая базовая вещь – селлеры сталкиваются с упаковкой. Они задают вопрос, а как упаковать, где взять упаковку, сколько это стоит, как отнести. И, ну, короче, все, что связано с упаковкой. Частники не привыкли упаковывать товар, они не знают, как это делать, не разбираются. Второй вопрос, что весьма логично, людям вдруг неожиданно зачем-то в службу доставки нужно захватить паспорт. Они тоже этого не знали, не понимали, а мы им про это не рассказывали. Собственно, часть селлеров просто отваливались уже на самом последнем шаге, когда оказалось, что они не брали товар. Потом не знали про заказ. То есть удивительная магия случается. Вы не сделали бухать, а я ушел за две границы. Очень плохо. Собственно, селлеры не знали про заказ. Мы каким-то образом их не уведомили. Потом селлеры не успели отнести заказ. У селлера есть два дня для того, чтобы отнести заказ. Не успевает, заказ просрачивается. Дорого. Ну, то есть как бы селлер платит некоторую комиссию, потому что это мерчант, ну, собственно, классическая комиссия за то, чтобы продать товар. И снова не поместилось. Там было… Я забыл. Далеко нести, да, точно. Как ты прочитал? Видно, супер. Давайте разбираться с каждым из этих шагов. Точнее, давайте посмотрим на это по-другому. Вот есть, собственно, воронка и вот эти вот штуковины. Что-то внутри воронки можно изменить, просто оптимизировав какие-то шаги. Ну, вот условно говоря, паспорт. Давайте мы просто селлеру скажем, чувак, захвати паспорт. Избавимся от этой проблемы. Окей. Не знали про заказ. Ну, давайте больше их уведомлять. Давайте там отправим не только пуш, давайте отправим смс, позвоним, еще что-нибудь сделаем, голубя почтового отправим. В целом, возможно решить проблему. А есть проблемы, которые не решаются или решаются не в достаточной степени. И вот в этот момент нужно менять дизайн системы. Не просто оптимизировать внутри воронку, а просто менять воронку. Что это значит? Упаковка. В принципе, мы можем написать селлеру, чувак, упаковывай так, упаковка стоит здесь, вот здесь ближайший магазин. А можно сделать так, чтобы селлер в принципе не заморачивался упаковкой и включить ее, например, внутрь тарифа, когда селлер принесет в доставку и просто упакует. Независимо от того, что за товар, селлер ничего про это будет не знать. Все, от этого шага избавляемся. Дорого. Что мы можем сделать? Мы можем принципиально изменить схему монетизации и сказать, а давайте селлер в принципе платить ничего не будет. Собственно, наверняка часть из вас работает в каких-то онлайновых продуктах. Вы можете зарабатывать на рекламе, можете зарабатывать на подписке, вы можете сделать платным сервис. Ну вот представьте, Фейсбук. Он мог бы зарабатывать с каждого селлера или с каждого человека, который пришел, был бы платный сервис. Он выбрал другую модель, монетизацию на рекламе. Просто можно изменить принципиальный дизайн системы, чтобы какой-то конкретный шаг не стал блокером для того, чтобы люди этим пользовались. Знаменитая есть фраза. Я ее просто немножко перефразирую и скажу вот так. Подумайте каждый раз, когда вы делаете продукты, а не имеет ли смысл изменить дизайн самой системы. То есть зачастую не нужно полировать какие-то мини-штуки внутри продукта, пытаясь оптимизировать какую-нибудь метрику промежуточную, а нужно просто взять и изменить саму воронку. Это не тривиально, далеко не все на это готовы, может быть далеко не у всех из вас есть какие-то полномочия, но как минимум об этом стоит всегда задумываться. Могу привести еще конкретный пример не изнутри Авито, а точнее как это можно было бы подумать про дизайн воронки в другой стороне. Я работал в Клине, Клине такой сервис по заказу уборок квартир. Многим людям довольно ссыкотно приглашать к себе клинера. Ну как бы кажется, кто-то ко мне придет, незнакомый человек, что он будет делать, вообще непонятно. И как много маркетинга-то не наливай, как много траст-то не наливай на страничку, все равно будет довольно высокий барьер для многих байеров, ну то есть для многих покупателей заказать уборку. Что можно сделать? Можно сделать вот это. То есть можно сделать промежуточную воронку, промежуточный шаг перед тем, как заводить человека в настоящий, в полноценный продукт. То есть мы сделали промежуточный продукт, который называется мыть окон. Никто не хочет мыть окна. Всем довольно легко пригласить клинера к себе для того, чтобы помыть окна. И мы снимаем первый промежуточный барьер для того, чтобы люди в принципе воспользовались этим сервисом. А уже после этого, после того, как люди этим воспользовались, их намного проще заводить в основной продукт. В общем, основная мысль, которую я бы хотел, чтобы вы вынесли, если я смогу ее до вас донести, на регулярной основе задавайте себе вопрос, а не нужно ли и могу ли я изменить дизайн самой системы. Не пытайтесь всегда только оптимизировать текущую сложившуюся систему и текущую воронку. В общем, базово все, я готов ответить на ваши вопросы. Супер быстро, да, я знаю. Я просто предполагал, что будет много вопросов, поэтому специально сделал себе небольшой запас по времени. Давай. Привет. Давай. Снова привет. Что будет, если товар будет плохой, бракованный? Как вы с этим работаете? Система eBay, AliExpress? Что там с этим опытом? Расскажи. Все очень просто. Байер возвращает товар, для него это ничего не стоит и все. Да, да. До селера едем. Доставка занимает в пределах России до, не знаю, пяти дней. Но, соответственно, за пять дней он назад вернется. Самое магическое, что вот, Василий, давайте тогда назад проворонку. Сейчас чуть-чуть промотаем. Простите, простите, простите. Вот здесь, ладно, никак не получится. То есть вот здесь, помните, последний шаг был про то, что далеко не есть, это не про то. То есть отправить товар, и там сделка. И вот зачастую происходит, не зачастую, твой вопрос про что? Что если байер получил товар, он ему не понравился, происходит возврат. То есть в этой воронке просто назад уезжает товар. На самом деле это супер редкий случай. Всего один процент байеров, в принципе, возвращают товары. Поэтому в общем смысле такой супер минорный кейс. Не на почту, на нашу службу доставки. Ну, да. Опять-таки, давай… То есть можно это посмотреть по-разному. То есть есть вот барьер, например, далеко нести. Можем ли мы этим селерам что-нибудь предложить, чтобы им было недалеко нести? Какие есть банальные варианты решения? Нет, а селеру далеко нести. Байер, ты просто забирай товар. Относят? Нет, ничего. Он просто проверяет товар, и все. И, собственно, он отказывается от него в момент получения. Это вот когда-нибудь пользовался Ламодой, либо Вайлдберрисом. Ты при получении проверяешь товар. Нет, такое нельзя сделать. Нет. Ну, давайте мы про все планы не рассказывать не будем. Ну, в общем смысле, это логично тоже определить. Вот, смотри, есть барьер. Участие байеров, которые говорят, окей, я хочу проверить товар не только при получении, а в боевых условиях. Если он мне не подходит, я хочу опыт e-commerce для того, чтобы его вернуть. Это определенно не работает внутри этой воронки. То есть внутри этой системы это не работает. Ей нужно будет изменить систему для того, чтобы эта схема заработала. То есть если мы увидим, что это большой блокер или это большой потенциал для роста, мы можем изменить систему. Собственно, пожалуйста. Привет. Расскажи, у вас служба доставки своя? И если не своя, то как вы ее контролируете? Просто у меня есть опыт Leroy Merlena, где у них служба доставки внешняя. Но они ее там настолько мониторят, что чуваки отказываются от чаевых. Прям нас уволят. У них анкета, насколько все круто доставили. И в конце мне еще с Leroy позвонили. Ребята, вот вам приезжали, вы анкету заполняли, а вы так ее заполнили и насколько все было клево. У нас не своя служба доставки пока, поэтому тоже тонкости рассказывать не буду. У меня довольно хороший опыт работы в клине. То есть мы занимались очень много операционкой. То есть к тебе приходит клинер, нужно, чтобы он сделал уборку более-менее одинаково, чтобы он там не просил, не фродил, оставил печеньки, условно говоря, я на регулярной основе менял губки, химию. То есть просто у меня есть соответствующий опыт, я более-менее знаю, как это выстраивать. То есть мы, как ты сказал, дрючим наши службы доставки, все хорошо с ними. Ну то есть в принципе это обычный нормальный операционный процесс, как с ними контролировать. Если интересно, можно будет потом пообсуждать в деталях. Какая конверсия, помоем окно, станем постоянным покупателем. Насколько это вообще сработало? Смотри, в первый год, когда мы это запускали, это работало не очень хорошо, потому что мы надеялись, что просто сам продукт по себе хорошо сработает. То есть у нас есть лид, давайте мы ему отправим всю стандартную набор наших триггеров, и он сконвертируется в клиента. Это так не работает. Потом мы сделали службу продаж, которая начинает работать с такими клиентами, и с ними все хорошо. Я сейчас не знаю последний год, как это было. В предыдущий год, когда это работало, когда я работал в клиенте, было что-то порядка четверти всех клиентов после этого конвертировались в обычных постоянных клиентов. Это круто. Да. Спасибо. Пожалуйста. Это доставка не от двери до двери? Это какие-то пикап-пойнты у вас? В обе стороны, то есть селлер относит и байер забирает? Ну смотри, то есть довольно сложно организовать доставку от двери до двери по всей России. Сделать это в Москве можно, сделать это в Питере можно, сделать это в условной коле, которая находится под Мурманском нельзя. Ну или можно, но очень долго и дорого и плохо, потому что курьеров мы там не контролируем. Поэтому пока базовая схема это из точки в точку, то есть из какой-то конкретной ПВЗшки в конкретную ПВЗшку. И опять-таки, как изменение дизайна системы, вполне себе для части селлеров либо байеров можно будет добавить такую возможность. Давай. Спасибо за доклад. Хотела уточнить, ты говоришь, что эту штуку еще не запустили доставку. Да. А как вы конверсию померили, если вы не запустили доставку? Ну мы не запустили публично, это не значит, что мы не запустили. А вид настолько большой, что мы можем запустить ее для небольшой группки пользователей и уже собрать достаточное количество данных. То есть это на фокус-группе было? Ну не на фокус-группе, а просто на небольшой сегмент наших пользователей, селлеров и байеров. Понятно. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Чего ты смеешься? Так а как вы дизайн системы поменяли, кроме упаковки? Упаковка это мелочь. То есть да, мы добавили упаковку внутри тарифа, но вот продорого. Я говорю, можно вообще-то переложить комиссию на селлера. С селлера на байера, например. Это самая базовая вещь. То есть в общем смысле селлеру очень тяжело расставаться с дополнительными 100 рублями. То есть он продает свой айфон за 3000 рублей. Он говорит, не, ну с 2900 я не хочу получить. Байеру в общем смысле заплатить дополнительные 100 рублей комиссию за условную страховку, безопасную сделку, за удобство, вполне себе ок. Это первый вариант изменения. Второй вариант, а мы можем по-другому в принципе зарабатывать. Давайте мы не будем зарабатывать на этом сервисе, а будем там условно дровами для роста авито и для того, чтобы снимать блокеры с новых байеров и селлеров. То есть вот есть текущая воронка и текущая система. И это довольно творческий процесс понять, а как бы сделать так, чтобы эту воронку принципиально изменить. То есть вот решение с окнами, например, в клине, это довольно нетривиальное решение. Но то есть ты всегда думаешь в лоб, типа давайте сделаем дешевле, давайте траста добавим, давайте на лендинге что-нибудь изменим, давайте звонить после, смски отправлять, пуши. То есть у тебя есть текущая воронка, и ты пытаешься ее оптимизировать. Изменить воронку – это творчество. Согласна, спасибо. Значит ли это, что авито в перспективе вообще уйдет от кэша и личной доставки, придет к доставке вашей? Очень маловероятно, потому что мы все-таки классифайд и доска объявлений, кор внутри авито – это сделки между участниками для того, чтобы они экономили. И поэтому, когда я рассказывал про спектр сделок, где были наличные, доставка, просто платежи, мы верим, что каждый из этих вариантов останется на вито. Ну и сразу тогда вопрос, а как с фродом вы вообще, с плохими продавцами вы боретесь? Уже нет проблемы регистрироваться каждый день под новым аккаунтом и не отправлять товар по факту? Нету проблемы, да. А в чем сложность? А в чем фрод в этой системе? Ну, я не знаю, как это с доставкой сделать, я пока не придумал, но в случае с наличкой, миллион кейсов, когда двигатель не прислали, ну просто куча примеров, типа вот я там в Омске нахожусь, я сейчас тебе транспортной компанией отправлю, а товар не приходит. Вы вообще как это с этим работаете? Ну вот, собственно, для этого отчасти доставка появилась, потому что раньше, когда сделки были за наличные, байер с селлером договаривались, для того, чтобы селлер тебе что-то отправил, часто он требовал предоплату. Ну, типа я тебе ничего не отправлю, пока ты не предоплатишь. Ты делаешь взнос, после этого селлер пропадает. И, собственно, у нас есть там мошенничество, очень неприятный опыт и все прочее. Мы как раз с доставкой, когда мы контролируем и платеж, и саму сделку, мы снимаем все эти блокеры. То есть это как раз способ решить эту проблему? Да, да, да. Миша, ты что-то спрашиваешь про фрод, я дам тебе микрофон. Я хотел добавить, что с фродом борются еще не только с помощью сервиса доставки, но и также огромная команда, которая занимается, вот, допустим, ты говоришь, можно кучу симок купить. Но если ты с этих симок подаешь с одного IP-адреса, тебя заблочат. Если ты пишешь одно и то же описание объявления, тебя тоже найдут и тоже заблочат. Если ты делаешь еще какие-то странные для нас телодвижения, мы тебя тоже заблочим. При этом по недвижимости, например, у Авито каждое второе объявление – это фейк. Возможно. Ну, то есть смотри, мы сейчас, наверное, немножко про другой вопрос начинаем обсуждать. То есть гипотетически доска объявлений в своей сути влечет к тому, что можно на ней всякие странные схемы делать. Можно? Можно. Есть ли такая проблема? Да. Есть ли у нас пути решения? Тоже да. Мы с ним этим постоянно боремся. То есть доставка одного из решений конкретно вот в том кубике. недвижимость – это вообще другой кубик.